Представьте себе, что вы один из первых людей, отправленных исследовать Марс. Когда вы приближаетесь к Красной планете, ваше внимание привлекает нечто странное и жуткое. Да, прямо здесь. Разве это не похоже на голову медведя? Что или кто это? Что или кто могло создать медвежью морду в центре кратера? К сожалению, или может быть к счастью, в голове медведя нет ничего загадочного. Это всего лишь лицевая парейдалия, склонность видеть иллюзорные лица в повседневных вещах. А если говорить о находке на Марсе, то стоит ли переименовывать это явление в медвежью парейдалию? Вы ожидали этого, да? Хорошо, смотрите. Вы видите V-образный холм, похожий на нос. Затем два кратера, похожие на глаза. А вокруг носа и глаз круговая трещина – голова. Специалисты считают, что лицо могло образоваться при оседании и отложении над ударным кратером, а нос – грязевое или вулканическое жерло с застывшей лавой или грязевыми потоками вокруг него. В любом случае, кратер действительно похож на морду медведя. Но благодаря HiRISE, камере высокого разрешения High Resolution Imaging Science Experiment, еще одной удивительной аббревиатуре NASA, мы увидели множество других безумных кратеров на Красной планете. Например, смейлики, птицу или слона. Сначала посмотрим на знаменитое лицо Марса. Впервые эти снимки были сделаны орбитальным аппаратом Викинг в 1976 году. В то время разрешение снимков было явно недостаточным, к тому же освещение было косым. В итоге изображение потрясло людей. Они увидели высеченное из скалы лицо, смотрящее на Землю. Означает ли это, что на Марсе существует цивилизация, создавшая этот памятник? Нет. Посмотрите на фотографию того же места, сделанную современным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Разрешение гораздо лучше, и лицо чудесным образом превратилось в обычный холм. Или взгляните на этого маленького снежного человека, снимок которого был сделан в 2008 году. Я говорю маленького, потому что рост этого существа составляет всего несколько сантиметров, а когда была сделана фотография, снежный человек находился в нескольких метрах от камеры. А здесь один любопытный исследователь увеличил масштаб небольшого камня и заметил нечто напоминающее гориллу. Так некоторые люди начали верить, что на Марсе живут обезьяны. Да, правда. Позвольте мне показать вам еще несколько примеров воображаемых существ и лиц на Красной планете. Большинство из них взяты из серии снимков, сделанных камерой Демис. В настоящее время она находится на борту космического аппарата Mars Odyssey, которому требуется всего два часа для выхода на орбиту Красной планеты, и который хранит на своем борту несколько важных научных приборов. Позвольте представить вам счастливого марсианина. Этот кратер шириной 3 километра был сфотографирован в 2008 году. Следующая цепочка кратеров похожа на осу с ее размашистыми крыльями из обломков. Вероятно, все это было создано метеоритом, упавшим под очень малым углом и расколовшимся на части прямо перед столкновением. Видите ли вы здесь мамонта или слона? Лавовые потоки в одном из регионов Марса оставили это изображение на его красноватой почве. Сам регион, называемый равниной Элизией, известен самыми молодыми лавовыми потоками планеты. Например, тот, что похож на мамонта, скорее всего, образовался в последние 100 миллионов лет. Почти вчера. Давайте поговорим о любви. Вернее, о ее символе. Сердце. Вам нравятся эти два сердца на поверхности Красной планеты? На самом деле, это вершина горы, очерченное имя. А это сердце — ударный кратер. Удар сорвал темный материал поверхности и обнажил под ним более светлый круг. Затем часть материала, вероятно, разлетелась вниз по склону, образовав сердце. А это калибри, покрытые пылью. Вы видите ее длинный клюв и голову? Ученые точно не знают, как образовалась эта форма. Но они полагают, что в ее создании сыграли роль эрозия и ветер. Эти темные отложения песчаных дюн похожи на воющего волка. А здесь, видите, ряд взаимосвязанных шестеренок? Это изображение похоже на букву Т, верно? Прямоугольный разлом образовался в результате тектонического растяжения марсианской коры. Как вы думаете, можем ли мы найти на Марсе и другие буквы алфавита? Почему бы и нет? А теперь как насчет еще одной странной вещи, которую астрономы заметили на поверхности Марса? Это дверь в чей-то дом? Этот снимок передал на Землю марсоход NASA Curiosity. Оно стало вирусным, потому что вот это образование похоже на дверь. К сожалению, ученые в силу своего рационального ума поспешили нас разочаровать. Они заявили, что это естественная часть марсианского ландшафта. Было несколько подсказок, которые заставили их догадаться, что это не настоящая дверь. Например, проем совсем крошечный, всего метр в высоту. Они уверены, то, что выглядит как дверь, на самом деле является отверстием в скале, образовавшимся под воздействием природных сил, таких как ветер и эрозия. При внимательном рассмотрении породы можно заметить пласты. Это слои ила. Они выделяются, потому что тверже окружающего материала. Эти пласты залегают здесь, слева и чуть выше, справа. Вероятно, они появились около 4 миллиардов лет назад в реке или в дюне, выдутой ветром. С тех пор, как эти пласты стали видимыми, мощные марсианские ветры еще больше размыли их. И посмотрите на это. Видите эти трещины? Вот как на Красной планете выветриваются горные породы. Это небольшая пещера, вероятно, образовалась, когда несколько трещин пересекли пласты. Тогда довольно крупный валун мог выпасть под собственной тяжестью. В результате образовалось отверстие в форме двери. Эта теория вполне правдоподобна. Ведь даже если гравитация на Марсе не такая сильная, как на Земле, она все равно достаточно сильна для этого. Кроме того, видите камень справа от отверстия? У него подозрительно ровный вертикальный край. Должно быть, он и есть виновник. Вероятно, он выпал не так давно. Но не только Красная планета может похвастаться наличием необычных образований. Возьмем, к примеру, эту комету. Снимок сделан европейским космическим аппаратом Розетта в 2014 году. Видите лицо на ее правой стороне? Или Луна? Вот ее знаменитый кролик. Он сидит вверх ногами, а его уши смотрят вниз. Некоторые люди видят на Луне человека. Это может быть как лицо, так и все тело. Если кто-то видит человеческую фигуру целиком, то она обычно выглядит так, как будто несет палки. Иногда это жаба. Чтобы ее заметить, посмотрите на левую верхнюю часть нашего спутника. Жаба направлена вверх. Видите? Теперь давайте посмотрим на вращающуюся нейтронную звезду. Она представляет собой коллапсировавшее ядро звезды-гиганта с общей массой от 10 до 25 масс Солнца. За исключением черных дыр и некоторых гипотетических объектов, таких как кварковые звезды или белые дыры. Нейтронные звезды являются самыми плотными и самыми маленькими из известных звездных объектов. Так вот, вернемся к этой конкретной звезде. Как видите, этот космический объект, расположенный на расстоянии 17 тысяч световых лет от Земли, окружен облаком энергичных частиц. А этот снимок, сделанный рентгеновской обсерваторией НАСА Чандра, появился в 2009 году и сразу стал вирусным. А все потому, что среди всего этого космического мусора многие заметили нечто похожее на руку. В НАСА объяснили, что звезда вращается невероятно быстро, выбрасывая энергию в окружающее ее пространство. Это создает интригующие и сложные структуры, подобные большой космической руке, которую видят многие. Посмотрите на туманность Конская, голова в созвездии Ориона. Это ледяное и темное облако пыли и газа впервые было зафиксировано в 1888 году. Эту темную тень создает пыль, а в основании туманности находится множество ярких точек. Это молодые звезды на стадии формирования. Обратите внимание на эту чрезвычайно яркую звезду в левом верхнем углу головы лошади. Ее излучение настолько мощно, что звезда начинает размывать облако вокруг себя. Это означает, что через миллионы лет туманность может перестать напоминать голову лошади. Но тогда меня уже не будет. Очень большой телескоп Европейской Южной обсерватории сделал снимок, на котором видно столкновение трех различных галактик. Мы даже можем наблюдать, как они влияют друг на друга. Но самое интересное, что при столкновении они образовали узнаваемую форму. Разве не похоже на гигантскую космическую калибри? Редактор субтитров А.Семкин